Мне кажется, мало кто сомневается в том, что государство и народ без ценностей долго существовать не может. Конечно, есть всегда вопрос о кусовщине, у разных людей разные приоритеты, разные ценности приоритета, но выступать против самой идеи необходимости наличия у народа и государства традиционных ценностей, это фактически выступать против существования этого народа и государства. Это касается любого государства, вот Наталья Алексеевна говорила об Америке, ну спросите американцев, есть ли у них ценности американские, получите однозначный ответ, что есть, спросите французов, однозначный ответ получите, более того, у них очень мощный административный механизм защиты своих ценностей и в театре, и в кинематографе, и в литературе. Почему же нам отказывают в праве на наличие наших ценностей? Когда это делает, отказывает нам в этом праве США и другие наши враги, здесь я пользуюсь не своими определениями, а американскими официальными определениями, они считают нас врагами и соответственно, так же мы считать должны их получается. Так вот, когда это делают наши враги, это понятно, а когда, чем руководствуются граждане России, вот несколько этих граждан России, когда это делают, возникает вопрос, почему они выступают против российских ценностей? Вообще возникает вопрос, как можно выступать против прав и свобод человека, достоинства человека и семьи, милосердия, справедливости, исторической памяти и преемственности поколений. Кстати, все это есть в обсуждаемом нами документе. Как с помощью против этого, как можно выступать? Конечно, список можно не считать законченным, и те, кто считает, что к этому что-то надо прибавить, добавить, уточнить, они здесь правы. Это вопрос для обсуждения. Но перечисленные в документе обсуждаем ценности, на мой взгляд, приведены абсолютно правильно. Так чем же руководствуются те, кто выступает против этого документа? Опять-таки, я уже сказал, их немного, но ряд их довольно-таки известный. И, кстати, многие из них относятся к одной профессиональной сфере, театральной. Судя по тому, кстати, что они говорят, думаю, что практически все они не читали самого документа. Но дело не в этом. Я задаюсь вопросом, чего же боятся выступающие против поддержки и защиты традиционных ценностей? Ну, на этот вопрос есть красноречивый ответ Александра Коллегина, который уже сегодня упоминался. Он выступил против этого и в своем выступлении, я сейчас специально посмотрел, прямо говорит, я цитирую, дожили контроль, контроль, контроль. Ну, именно этого, вероятно, и боятся те, кто выступает против этих ценностей. Все эти театральные деятели, театральные руководители, подавляющее большинство руководителей театральных, художественных руководителей театров, ну, вот, собственно говоря, они выступают против того, чтобы Министерство культуры контролировало подведомственные им театры. Отсутствие, собственно говоря, чего они хотят? Ну, отсутствие этого контроля, очевидно, да, своей бесконтрольности. Когда государство их финансирует, выделяет деньги и немалые, это хорошо, это пожалуйста. А когда контролируют, на что идут эти средства, это ни в коем случае. Ну, так же не бывает. Думаю, здесь ясно, что дело идет о собственных личных интересах нескольких театральных руководителей. Ну, именно в таком контексте, я думаю, что и надо это оценивать. Но это частный вопрос. А существенно большее значение имеет факт постановки вопроса о государственной политике по укреплению российских традиционных ценностей. Этот факт имеет исторический характер за последние несколько десятилетий. На что опирается жизненно важная необходимость этого закона, указа и постановки этого вопроса более широко. Вот здесь представитель Калягина, кстати, спрашивал об основаниях выбора этих именно ценностей. Я вам дам очень простой ответ, очевидный ответ на этот вопрос. На самом деле вы все его знаете. Большинство этих ценностей включено в новую редакцию Конституции Российской Федерации, за которую, напомню, проголосовало совсем недавно 78%. Итак, основанием для этого указа и включением именно этих ценностей является воля народа Российской Федерации, которая недавно была реализована, мы все это видели. Именно из этого предлагаю исходить при обсуждении. Спасибо.